Слышишь, капец, это вообще легально, нет? Я не верю своим глазам! Я не верю своим глазам! Капец! Неужели мы не окупились? Реально? Вот из-за этой посылки я думаю, что мы не окупились. Присмотрите канал Жизнь Диа, где новые видеоролики выходят каждый день специально для вас. Усаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. Всем привет! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов или же Вия. В прошлом видеоролике про потерянные посылки у вас была дикая активность. Вы большие молодцы! Если не смотрели его, обязательно посмотрите. Там мы обещали вам показать, где мы их покупаем и как вы тоже сможете достать эти потерянные посылки и получать какие-то товары по дешевке. Не буду делать долгое вступление, сразу же мы отправимся к тому месту, где можно купить потерянные посылки. В разных городах это делается по-разному на самом деле. Хочу сразу сказать, что вы не можете прийти на почту какого почтового отделения обыкновенное и сказать, дайте мне потерянные посылки. Нет, там они согласно закону утилизируются и никому не достаются. Но если в частной организации вы обращаетесь, там у них есть договор. И тот, кто заказывает посылку или отправляет посылку, подписывает договор, что в случае неявки ваша посылка может быть выставлена на аукцион или еще как-то быть продана или просто тоже может быть уничтожена. В общем, это должно быть прописано в договоре. И надо найти такую частную организацию, где это можно реализовать. Мы такую как раз-таки нашли. Но снимать там нельзя и поэтому... Поэтому снимать нам придется как бы из-под тишка, чтобы никто нас не заметил, никто ничего не узнал. Давай, прячь камеру. Нет, мы раньше приходили про потерянные посылки договаривались. Ну вот, которые в том, мы были спрятаны. Конечно, мне в начале вам говорил то, что еще есть. И что, что всего 5? Это же мало больше. Может, еще потом позже будет договариваться. Может, там поискать, где обычно лежат. Ну, в общем, такая история. Вы все видели своими глазами. На самом деле, чуть ли мы не спалились. Когда я за кошельком полез, там, типа, что? А что он так держит этот камеру, там, телефон? Я говорю, да нет, показалось вам, типа. Короче, еле-еле не спалились. Но, слушайте, это какой-то жирный закуп. Это очень жирный закуп. Посылок вот сколько получилось. 5 посылок я сумел отобрать, потому что тупо больше не было. И которые были, очень дорогие были. Ребята, я отдал за это 10. 10 сколько? 10 800 рублей. Сейчас мы это будем распаковывать, ребят. Распакуем все это дело. И посмотрим. Я тут маленький сюрприз оставил для вас. Я вот видите, пока покупал, наклеивал стикеры. Сколько что стоит, чтобы потом не забыть, откуда эти самые посылки. Но это было бы слишком банально, если бы мы просто отправились на студию и распаковали их, как обычно. Мы решили, раз у нас рубрика «Потерянные посылки так вам нравится», мы будем делать ее особенной. И сегодня отправимся в особенное место, чтобы это тоже для вас распаковать. Вот это то самое место, о котором я вам и рассказывал. Это наша городская эспланада. Многие любят здесь погулять. Здесь, как видите, довольно-таки живописно. Но проблема в том, что сейчас очень холодно. Поэтому мы гуляем за вас. Вы как бы сидите дома, в тепле отдыхаете. А мы не просто гуляем, а еще распаковываем целую массу потерянных посылок. Хочу, чтобы вы обратили на них внимание. Они помечены крестом. Это означает, что посылка списана, что знания не проходили очень долгое время, и она должна была быть утилизирована. Но мы ее купили. И смотрите, здесь я в этот раз сделал маленький лайфхак для себя. Здесь теперь у нас есть, откуда эта посылка и ценник, чтобы мы понимали, а купились мы или нет. У нас сегодня вот тут несколько посылочек. И, ребят, вот единственное, что меня очень пугает в этой ситуации, это вот эта посылка. Она пришла из Москвы, и мне продавец ее отдавал только за 7 тысяч рублей. Мол, говорит, она лежит всего месяц. Типа всего месяц она здесь лежит, и я не могу ее меньше отдать. Типа никто за ней не приходил. Вот типа стык-стык. Вот только ее можно было продать, она сразу, говорит, ее продает. И это на самом деле удручает, потому что если бы я ее не купил, было бы всего 4 посылки, а это как-то мало. Мы своих подписчиков очень любим и уважаем, и дарим крутой контент каждый день. Поэтому пришлось купить за такие бешеные деньги. Ну, хотя бы, она из Москвы, кто знает, что в ней лежит. Однако есть еще одна посылка из Москвы, и я уверен, что здесь у нас смартфон. Ну, посмотрите, потому что это такая типичная коробка для смартфона, да? Потому что мы уже сами это раньше видели. Но всему свое время. Начнем, как говорится, с малого. Вот самая дешевая посылка, вот Китай 500, она и самая маленькая. С нее и пойдем по возрастанию, я так думаю. Мы ее вскрываем. Тоже она с крестиком, она списанная. И что же у нас здесь лежит? Это самый волнительный момент, ребята. За 500 рублей. Окупились или нет? Окупились или нет? Что это такое? О-о-о! Это что? Это что, оливки? Это что, Игорь? Что это за же... Я сначала... Я сначала увидел... Это что? Я вообще не понимаю, что это... Подожди. Какая-то китайская лабуда. И здесь еще таких много. Очень много. А-а-а! Здесь написано по-английски... Контактные линзы! Это контактные линзы! Ну, вы посмотрите, ребята, как это дико выглядит! Это реально что-то страшно! Офигеть! Офигеть! А я никогда такого не видел! Я никогда не пробовал линзы, контакты! Вы представляете, ребят? Смотрите! Тут даже какое лжее есть линзы! Реально! Ну-ка! Ну-ка! А их мы и опробуем! Блин, никогда этого не делал в своей жизни! Сейчас вообще впервые в жизни буду одевать контактные линзы! Как их открывать-то только непонятно! Вот так вот! Они что, одноразовые, что ли, получаются? Тихо! Вот такая вот жижа, ребят! Вот такая вот! Так! Вроде бы вот так вот! И что дальше? У меня со зрением все великолепно! Напишите в комментариях, какое у вас зрение! И, типа, сравним у кого кто носит линзы, а кто очки! И как это надевать? Инструкция-то есть, нет? Блин! Сейчас, давайте это... Мне нужно зеркало! О! Это не очень страшно выглядит! Никогда в жизни не надевал линзы, ребят! Это просто очень дико! Сейчас постараюсь ролик дальше вести в таком виде! Слушайте, этим глазом ничего не вижу напрочь почти! Этим более-менее как-то вижу! Напишите ваше мнение в комментариях! А здесь, смотрите, еще, вы так поняли, зеленые линзы и красные! Вот, получается... И, я так понимаю, вот эти одноразовые! Потому что, если эти можно убрать сюда, да, повторные, я так понимаю, а эти уже нет! То есть, здесь у нас был набор линз, как у ЛЖ, то есть, я делал разные, я перепутал их, походу! Набор линз, как у ЛЖ был и набор линз черного цвета! Вот эти и вот эти, короче! Ладно! Давайте дальше идем! По нарастанию мы договорились! То есть, первые у нас слезали линзы! Мы отдали всего 500 рублей! Из Китая они приехали 500 рублей! Типа такие линзы, каждая по тысяче может стоить, я слышал! Напишите вашу версию в комментариях, ребят! Дальше, ребята, Китай за 800! Китай за 800! Посмотрим! Посмотрим, что у нас здесь лежит! По ощупь, я бы, знаете, сказал, что это какая-то кассета! Или, может, какой-то картридж! Или жесткий диск! Я бы очень хотел жесткий диск, ребята! Надеюсь, это он! Потому что по ощупь, по весу, по габаритам напоминает! Так! Смотрим! Напишите, как я вообще выгляжу, ребят! Я не представляю просто сейчас! Так! Так! И тут у нас... Что это такое? Какая-то игровая консоль, походу! Вообще классно! Слушайте, я прям за 800 рублей... Игровая консоль! Давайте распаковывать, смотреть! Обратите внимание! Она типа... А подожди! Тут написано по-английски... Charging and playing games! Charging значит заряжается, а playing games значит играть в игры! То есть типа... Воу! Прикольно! За 800 рублей урвали! Я не знаю, сколько такая штука реально стоит! Мы взяли всего за 800 рублей! Подожди! Что-то... Какая-то странная вещица вообще! Я не понимаю! Что значит charging? Здесь в наборе есть USB-шник! Как он включается? Непонятно! О! Заработал! Здесь touch screen еще поди! Нет! Нет! Как выбрать-то? А, я выбрал китайский! Великолепно! Я открыл как-то! Короче... Реально игровая консоль... Так... Ага! Я понял, как выбирать английский! Так! Plants vs zombies! Реально играется, но... Смотрите! Я только что сейчас обнаружил! Playing and Charging! То есть, если я правильно понимаю, то сейчас передо мной Powerbank игровая консоль! Я понимаю, что я не субред и особенно тупо я выгляжу с этими линзами, наверное! Но, смотрите! Реально здесь два USB-шника! Достаем мой телефон! Так! Так! Туго идет! И... Заряжается! Он заряж... Ха-ха-ха! Что? Что это за нанотехнология, ребята? Что это вообще? Просто... Вау! Реально можно играть! Типа... Я не знаю... Правда, чуть-чуть поцарапанным, но сколько лежал? Очень странная какая-то штуковина! Я не знаю, как это... Что... Это какая-то дебильная версия Plants vs Zombies? А, ну, в принципе... В принципе, играбельно! В принципе, играбельно! Жуть какая! А вон зомби пошел! Не знаю, видно вам на камере или нет! И это, я так понимаю, заряд консоли и заряд Powerbank'а! Ха-ха! Мой бог! А можно ее выключить? То есть, я ее выключил, и она только как Powerbank работает! Китайцы! Мое уважение! И за 800 рублей! Вот это чудо! За 800 рублей! Решил я снять эти линзы, но... Не самая лучшая идея надевать все, что долго лежало на складу на свои глаза! Слушайте, давайте уже интересненько! Давайте уже смартфон! То есть, это, опять же, посылочка из Москвы! У нас две посылки из Москвы, все остальное из Китая! Но за нее у нас попросили полторы тысячи рублей, потому что там продавщица тоже сказала, что стопудово это смартфон! И как бы я не могу задешево отдавать смартфоны, потому что, ну, они же дорого стоят! Их легко можно переводать! Сейчас мы это дело вскроем и посмотрим! Запаковано вода в пупырку! Вон, тут можно уже видеть эту пупырчатую бумагу! Это смартфон! То есть, как бы очень легко! Это мы с вами предугадали! Я, извините, что замолчал, я, типа, немножечко шокирован вообще в замешательстве, потому что я думал, что это смартфон, а это... Это книги! Это книги, ребят! Ну, так они запакованы! Что за книги-то хоть интересные, нет? Жуть как холодно, кстати говоря! Ну, ради вас мы стараемся, так что не поленитесь, поставьте лайк под этим видеороликом! Так! Так-так-так-так-так-так! Две книжки! Книжки-книжки! Полторы тысячи рублей мы отдали за две книжки! Это у нас, получается, какие-то важные гонны и шантаран! Но это нормальная практика, что кто-то заказывает себе из Москвы книги, может, они так дешевле выходят! Напишите, сколько они могут стоить в рознице, да, каждой из этих книжек! Потому что суммарно мы отдали за них полторы тысячи рублей! У меня пока предчувствие, что это не окуп! Но они новые! То есть, видно, там, опять же, хейтеры сейчас напишут, свои книжки положил! Ага, конечно! Такие книжки! Я их ни разу вообще в жизни-то не видал, такие книги! Все новые абсолютно, ребят! Видно это даже! Ладно! Еще у нас есть две посылки! Две посылки это 100% окуп, по моему мнению! Третья, нет! Третья проиграли! Но давайте сейчас уже сразу же, вот, просто, просто разрыв! Просто дичайший вообще окуп или не окуп! Ну, хотя я не знаю, с чем тут можно окупиться! Ребят, реально! Вот, Игорь, поторвуй, какая она легкая! Просто покажи! Там будто бы ничего нет! Я не знаю, косметика, что угодно это может быть! Опять же, посылка из Москвы! То есть, там была из Москвы, это была из Москвы! И, почему я ее взял, я уже вам рассказывал! Потому что четыре посылки, это очень мало! Мы решили взять все, что было! И вот последнюю, вот эту вот, нам отдали за 7000 рублей! Она у нас из Москвы! То есть, вот, я себе напоминалочку сделал! Вот у нас тоже здесь крестик! То есть, она списанная, ребята! Все, это также она является потерянной! И за ней не приходили больше месяца! Ну, месяц в месяц, стык-стык в месяц получается! Получается, то ли сегодня, то ли вчера она сказала! Поэтому мы ее сейчас хорошенечко распакуем! Порвем, разорвем! Посмотрим, что тут! Слушай, я то ли в шоке, то ли у меня мозги замерзли! Это, 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 подожди! Я сначала подумал, что это... Я сначала подумал, что десятка! Я сначала подумал, что десятка! Это же 11-й! Это же 11-й! Реально, это 11-й? Да, яблоко посередине! За 7000 рублей? Подожди! Рано радоваться! Это может быть, это может быть коробка! Она же легкая, да? Я сейчас опять, тихо-тихо! Это может быть коробка! Это может быть реплика! Это может быть все, что угодно, ребят! Сейчас надо это все проверить! Обязательно! Блин, друзья! Я тут дальше начал раз... У меня язык заплетается! Вы не подумайте, я не фанат техники Apple! Я бы тут не... Я бы по-другому визжал, если я был фанатом техники Apple! Дело все в том, что... Дело все в том, что... Я за него 7000 рублей заплатил! Если это реально 11-й! Он же все 70-й стоит! В 10 раз окуп и... 128 гигабайт! То есть это еще не самая стрёмная версия! Это получается... Это прям хороший такой... Среднячок! Итак! Ну это выглядит как натуральный, как оригинал! Реально, ребят! Смотрите! Если мы это не выбрасываем, мы это все приберем, не приберем! Айфон, яблочко! Вот так вот он выглядит! Так это все необычно! Так это странно! Ого! Блин! Я в своей жизни еще ни разу этого не делал! И вот эта тут магия Apple! Она во всем, да, говорят! Ага! Напишите, кстати, в комментариях, у вас айфон или андроид! Ну типа, я никогда в жизни вот этого вот не делал! У меня никогда не было айфона! И не нужно мне! Вот! Да-да-да-да-да-да! Сейчас проверим! Ну, пленка тоже выглядит очень круто! Очень дорого, богато! И... И там ничего нет! О-о-о-о! Ха-ха-ха-ха-ха! Капец! Нет! А как понять, оригинал или нет? Как понять, оригинал или нет? Я не шарю! Ну, слушай, тут все прям так качественно сделано! Блин, капец! Даже яблочки, да, есть? Слушай, ну прям... Прям походу оригинал! Все-таки похоже на оригинал! Я думал, наушники докупать надо! Нет, наушники, походу, в комплекте идут! Они что, беспроводные вот эти, да? Нет, это проводные обыкновенные, походу! Слушай... Слушай, и че? Включается, нет? Ха, ну все бы так... Ну, ау! Включился! Слушай, я даже не знаю... Ну, китайщиной не пахнет, да? То есть, я бы не сказал, что это подделка, но я не шарю, ребят! Напишите ваше мнение в комментариях, подделка или оригинал! Если оригинал, это получается окуп в 10 раз! Окуп в 10 раз! Мы его взяли за 7, а он стоит 70 примерно! Как это делается-то? Слушай, нет, ну это оригинал! Ты посмотри, какой он беглый, какой он быстрый, все с ним хорошо! То есть, он не лагает, ничего! И тут же, получается, если бы это была подделка... Смотри, походу, он вообще не отсюда! Ну, естественно, да? Как он отсюда... Он отсюда и не мог появиться! Он же только месяц назад... Сошлось! Она же сказала, месяц назад посылка, да? Месяц лежит! И получается, вот, реально, строить вручную, как понять? Ну, короче, это... Это, походу, оригинал! Так, о чем? Нельзя без Wi-Fi это, да? Я не шарю просто! Android это без Wi-Fi можно настроить! А тут нам нужен, походу, Wi-Fi! Так! Ну, давай мы его позже активируем! Но я думаю, что это оригинал! Тупо потому, какой он быстрый, какой он беглый! И Android, ну, не так бы выглядел, согласись! Ну, в общем, уже вы можете в комментариях написать, оригинал или нет! Ну, здесь это реально 11-ый на 128 гигабайт! Капец! Он реально стоит 70 тысяч рублей! Такого окупа с потерянных посылок у нас еще не было! Обязательно ставьте лайк под этим видео, если хотите еще потерянных посылок! Но, вы знаете, технику Apple я не люблю! Так что, если мы наберем под этим видео 25 тысяч лайков, он уйдет на розыгрыш! То есть, кому-то из вас достанется! Мне плевать, сколько он стоит на самом деле! Если набираем 25 тысяч лайков, это будет розыгрыш! И мы кому-нибудь из наших подписчиков этот iPhone отдадим! Потому что, несмотря на то, что он крутой, здоровский, да? Все о нем мечтали! 11-ый iPhone, да? Я технику Apple не люблю! Книги, консоли, линзы! Полный набор абсолютно несвязанных вещей! Ну, а что мы хотели, если мы покупаем потерянные посылки? То есть, люди какие-то заказывали их себе! И они до них не дошли! Китай за тысячу рублей! Тоже все в крестах! Все в крестиках! Все данные, смотрите, замараны! Мы никогда не узнаем, кто заказывал! За сколько заказывал! Куда заказывал! Это все данные уже уничтожены! Потому что за этой посылкой никто вовремя не пришел! И мы ее смогли купить! Это как бы некий аукцион рандома получается, мне так кажется! Что это такое? Что за день-то такой? JBL! JBL, ребят! Серьезно! Ну, опять же, опять же, смотри-ка! А, вот это уже подставой пахнет! Это уже пахнет подставой! Эту... Эта посылочка приехала из Китая и стоила она всего тысячу рублей! Так что, вдруг это подделка! Так... А, я думал, это колонка! Рано радовался! Это просто уши! Ну, хотя уши JBL тоже могут ведь дорого стоить! Так, и у нас сегодня целый день прям, да, получается каких-то таких открытий! Типа, а Китай или не Китай? А подделка или не подделка? Сейчас вскроем, посмотрим! Тут там по айфону-то было понятно, что качественная упаковка, да, не пахнет китайщиной! То есть, скорее всего, оригинал! Дорогущий оригинал! А что у нас здесь? Подделка или не подделка? Так... Так-так-так-так-так-так-так-так! Ну, запаковано, слушай, качественно! Китайцы, когда китайщину делают, они редко когда так пакуют, потому что они экономят прям-таки на все! То есть, видно, что новенькая, да? Классно, слушай! Даже если это... И даже если подделка, то приятно, потому что как раз-таки новые уши нам на студии бы не помешали! Ну, слушай, пока... Пока все довольно-таки качественно, довольно-таки круто и... И китайщина не воняет! Ну-ка, и сами наушники! Воу! Ну, слушай, слишком круто для Китая, по-моему, да? Согласись! Так! А, вон тут... А, вот тут вот, смотрите, документация! То есть, можно... Да-да-да-да-да! Смотрите, это документация Harman, то есть, производитель JBL! Так что это... Еще есть гарантия! Это оригинал! Это 100% оригинал! То есть, да, это гарантия! Это все оригинальные, подтверждающие оригинальность документы! Ну, то есть, у нас, получается, уши от JBL! И... Я не знаю, сколько они могут стоить! Напишите ваше мне в комментариях! Вот моделька! Ну, я думаю, что больше 1000 рублей! Ну, или хотя бы столько же! То есть, это либо окуп, либо мы не проиграли! Они же еще беспроводные! Bluetooth, точно, сэрико, беспроводные! Классно! А где провод? Просто я увидел, что здесь дырочка, да? Увидел, что дырочка есть! Я подумал, что это проводные! А это Bluetooth! Во! Вот-вот-вот! Да, тут все есть! Полная комплектация! То есть, это новые! Кто-то заказал себе, получается, и до него не дошли! Еще тоже оранжевый проводок! Это тоже символ оригинальности у JBL! Но, слушайте, у меня пальцы отмерзли! Но при этом все внутри меня огромное количество счастья! Сегодняшняя распаковка была какой-то волшебной! И она была сделана ради вас специально! Обязательно ставьте лайк под этим видеороликом! И посмотрите, сколько всего мы умяли! Сколько всего прикольного! Мне больше всего импонирует эта консоль! На самом деле, это реально забавно! Это реально прикольно, что это консоль Powerbank! Можно заряжаться и играть! Это здорово! Может быть, ее тоже разыграем, если соберем под этим видео 25 тысяч лайков! Потому что коробка, она же новая! Также у нас на розыгрыш пойдет iPhone 11! Который мы только что взяли за 7 тысяч рублей! Это просто мега шик, я считаю! И обязательно ставьте лайк под этим видео в таком случае! Наушники, извините, разыгрывать не буду! На студию отдам все-таки! Ребятам надо монтировать каждый день видео для вас! А вы можете поставить лайк под этим видеороликом! Подписаться на канал! Нажать на колокольчик, чтобы не пропускать как раз-таки те видео, которые выходят для вас каждый день! Ну а с вами был я, Вячеслав Исмаилов! Или же Вия! Увидимся совсем скоро! Пока-пока-пока! Эти видеоролики, кстати, очень крутые! Советую тебе их посмотреть! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok